Привет-привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала. IT-навигатор с вами. Сегодня я хочу рассказать, как же работать с .NET Core на ваших Linux дистрибутивах. На официальном сайте Microsoft ссылочку привожу в описании. Есть подробная инструкция по установке на различных дистрибутивах. Также есть описание тусов, редакторы, которые рекомендуются. Да, OmniSharp, JetBrainsRider, Visual Studio Code. Об этом всем софте я засниму подробный видеообзор и это у нас будет следующее видео. И дальше мы все-таки продолжим общаться непосредственно по теоретическому курсу .NET Core. Продолжим разбирать и писать проекты. В общем, эту ссылочку привожу в описании. Да, я уже рассказывал о установке .NET Core, но я думаю лишним не будет. Здесь также имеются инструкции для Windows, для Visual Studio. Да, и если вы используете там командную строку, какой-то другой редактор, здесь также имеются инструкции. Также здесь есть для Mac и для Docker. В общем, ссылочка в описании, думаю, разберетесь. И, собственно, здесь мы акцентируем внимание на Ubuntu Mint, так как это наиболее распространенные дистрибутивы. Ну, вообще, как бы для базовых, для обычных пользователей. Ссылочку я вам приложу в описании. Так, Chrome нам больше не надо, давайте свернем. Итак, представим, что мы уже установили .NET Core на вашем Ubuntu Mint, неважно. В данном случае это у меня Ubuntu 16.04 LTS Gnome. Вот. Здесь у меня есть папочка .NET. Специально ее сделал для .NET проектов. И давайте здесь откроем терминал. Также можно пользоваться терминалом вашей Visual Studio Code. Но об этом я расскажу подробно в отдельном видео. Ну, и давайте все-таки введем команду .NET. Что же она нам скажет? Есть следующие опции, да? Там help, version и так далее. Давайте вызовем .NET help. Для того, чтобы посмотреть, что же мы можем делать через наш терминал. И здесь, собственно, описание всех команд, да? Что же мы можем делать? Различные аргументы, да? И команды для создания, там, допустим, меню. Это новый проект. Restore. Это восстановить наши зависимости. Build. Построить, да? Паблиш. Публиковать. Run. Запустить. Тест. Ну, соответственно, да? Для тестирования. Для запуска юнит-тестов. Упаковка. Migrate. Ну, пак. Упаковка, да? Migrate. Для миграции. Clean. Вот. И там SLN для создания SLN. Clean. Это очистит наш output. Project Modification Commons. Add. Это добавить какой-то item в наш проект. Remove. Собственно, удалить. И лист получить в список. Вот. Также Advanced Commons для Nugget, для MSBuild и VSTest. Собственно, здесь имеется описание. Так. Давайте введем команду .NET New. И здесь у нас выдаст описание, собственно, ключей. Ну, наименований, да? Коротких имен. Для создания проекта. Если мы введем .NET New консоли, создастся консольное приложение. Если .NET New класс Lib, это библиотека классов. MSTest и Unit Test. XUnit. Также тест, да? Web. У нас создаться обычный empty веб проект. MVC. Это у нас создастся Asmnet Core MVC проект. WebAPI, соответственно, для создания API проекта. И SLN, это для создания Solution файла. Вот. С этим мы ознакомились. Ничего сложного нету. Не ленитесь пользоваться help'ами в терминале. Это как бы... Привыкаешь к этому и очень просто разбираться во всем этом. Давайте... Так, мы в нашей папочке .NET. Давайте здесь откроем новую вкладочку. И давайте создадим... Так как мы будем с вами учиться, собственно, Aspnet Core, то давайте создадим проектик, собственно, суда. Ну, на всякий случай, смотря какие у вас там, да, настроенные привилегии к директории. У меня прямого доступа нету. Я обращаюсь к данному пути через суда. Для того, чтобы распаковать здесь проект. Вернее, создать, да. Sudo.net.new.mvc И, собственно, ваш судо-пароль. Ага, я ошибся в команде. Да, такое бывает. .NET.new.mvc И вот у нас появились папочки. Папочка, да, controllers. Где у нас уже home controller. View, да. То есть, в принципе, создался практически такой же проект, как в студии, да, из-под винды. Это у нас проект здесь, да, в папочке .NET. Итак, у нас получился наш проект, да, под названием .NET, в нашей папочке. Все здесь замечательно, да. Давайте нашу папочку, для примера, сейчас объясню, зачем это надо. Откроем Visual Studio Code. Вот, так, студия, замечательно. Заметки о выпуске. Окей. Давайте откроем наш проект. Вот, собственно, о чем я хотел с вами обсудить. И в чем удобство Visual Studio Code, она сразу же предлагает вам сделать restore. Что это такое? То есть, если мы выполним restore, это эквивалент команды .NET restore. Visual Studio Code сама через терминал выполнит данную команду и восстановит все зависимости. Подробнее об этом поговорим в следующем видео. О чем я говорю, если кто не понял или как-то невнимательно смотрел, то у нас здесь есть команда, вот она, собственно, restore, для восстановления зависимости. Ну, и давайте выполним. Sudo.NET restore. И у нас пошло восстановление наших пакетов, наших зависимостей. То есть, все то, что делает Visual Studio на Windows, это мы сделали из терминала. В общем, restore complete, все замечательно. И после restore мы можем выполнить Sudo.NET run. Если вы работаете, повторюсь, если вы работаете в каталоге, в котором у вас настроены права, то можно работать и без Sudo. Ну, и, собственно, у нас запустился Localhost, то есть, все нормально. В Chrome можем сейчас, собственно, проверить. И вуаля, все в порядке. Осминет Core, это пустой проект, да, Осминет Мисси Core. Этот базовый шаблон с слайдером, то есть, все работает и вы можете разрабатывать удобно, точно так же, как на Windows, на вашем Linux дистрибутиве. Действительно, .NET Core имеет массу преимуществ. Это появился, в общем-то, шанс у C-Sharp и платформы .NET стать все-таки народной. Платформа удобная, на ней очень круто писать. И замечательно, что это все пошло в Open Source. Ну, все, друзья. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И, повторюсь, в следующем ролике мы с вами поговорим об тулсах для Linux, то есть, о Visual Studio Code, об OmniSharp и о JetBrains Rider. В общем, надеюсь, будет интересно. Пишите ваши комментарии, мне интересно ваше мнение, интересен ли вам данный курс и моя инициатива. Ну, все, задержался с выпуском видео, затянул, но был в отпуске. Спасибо за внимание.